Я тут опять с лишь супругой сегодня спрашиваю Ты во сколько освободишься? Глядя на вот это все, я это однозначный ответ не знаю Продолжение следует... Всем привет, с вами Витальсон, опять мы вышли на покатушку Сегодня у нас УАЗик похудел, у нас теперь с нами мини УАЗик Это джимник на 32 колесах Начну давайте с Нивы, Нивы обычно как всегда красный Егор, 35 колеса, Симаки, две блокировки, жесткая и спереди Нива спинудительная Наша Нива на 32 колесах, тоже на Симаксах Вот сегодня мы стравили ее до 0,4, надеемся будет получше В8 Владимир, 31-й, Симаки, экстрим трекер 2-й, резина хорошо ездит вперед и назад Ну и вот наконец давно у нас не было нашего товарища, ставим машину, вечер стояла на ремонте, да? Джимник на мостах Чуть не открывается, да? Нух ты только в автомате-то, бобай Изнутри, чтобы никто к нему не присел Машину на автомате, двигатель 1,3, ездит довольно-таки бодро, резину Дима, ты сколько стравил? Не знаю, короче, травит он на глаз, суровый парень воронежский Вот, ну а как будем ехать, сейчас посмотрим Погнали А что никто лайки не ставит? Никто не подписывается Да? Это все потому, что ты не в камеру смотришь А, лайкни, лайкни, блять, ну вот этот лишний уже был Классный комментарий был в прошлый раз, парень написал, что это реально оффроуд, не видел ни одной дороги общего пользования Вот сейчас у нас по типу такого же, реально просто поле луговое, заливное Вот, и мы пытаемся проехать из точки А в точку Б Ой, 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 запахи, конечно, просто не передать Вы знаете, такое ощущение, что мы попали в какой-то общественный туалет Но зато, гляньте, какая красота В общем, сегодня по ходу делать будем рубиться тупо по болоту и кто дальше проедет, я не знаю, как это назвать Ну, я думаю, Нивы сегодня постарайтесь себя показать Турбо Нива на 35-х, конечно, вообще всегда вещи делает На V8 на Ниве стоит обычная атмосферка, по-моему, 1.8 у него, V8, 1.8 Беги, Санек! В общем, я уже набрал Это не для моих сапогов. Опять сюда поперли. Так вот, ребята, мы стоим, непонятно в чем, где, как, зачем, понятно, опять ездит, издевается на товарищу. Снимай водку. Вот эта вот Нива, она реально участвует в соревнованиях, поэтому в последнее время у нас его с нами нет. Вот, сейчас он машину собрал, в общем, скажем так, выехали попробовать, как мы поедем. Тачка на мостах, да? Угу. 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 Я боюсь, что Виталик сейчас здесь может не проехать. И дно твердое ездится без проблем. Просто у Виталика сапогов вообще никаких нет. Он по компрессору забудет о сапоге. Что же там такое? Да, что-то у него в памяти беда какая-то. Он решил чуть не по нашей траектории пойти. Умно. На изи вообще. Умно. 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 Продолжение следует... 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 А, нет, назад, бревно. Нет, 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 нет. Короче. Ты хочешь выйти? Да, конечно. Ты через меня снимал. Ой, 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 ой. Ой. Да. 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 Я понял. Да. 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 Вова назад. Ты дорога двиняшка? Вот она как петляется и туда к Бобякову выходит. Но на полное Бобяково, где трассы должны выехать. Ну, мы начинаем прямую практически трансляцию с болот. С болот. Это у нас тут есть один деятель, Вова на Ниме, на той как раз, на Белый. Я вам до леса вас заброшу, покажу дорогу. А там дальше вы сами должны выехать, там где соревнования проходят. В общем, джимник уже засел, сидит. Сейчас если там джимник с его весом сел, я не знаю, что там с нами будет, потому как мы сегодня реально хуже них едем. Хуже джимник, да и хуже него на 25. А смысл он развернулся назад? Много бензина нет. У меня такой сегодня грамотный был от массы, у меня типа нет бензина, я с вами не поеду, не надо работать. Мне просто интересно, как там дорога петляет, петляет между лесом. Класс. Да. Нет, ну, так, все равно тоже интересно довольно такое занятие ехать по болотам. Так, знаешь, просто каждый день мы вдруг в обыденной жизни пригодится, так и опыт хороший. То есть, ты думаешь, что мы поедем жить в болоте где-то? Мы можем здесь погибнуть, остаться, да. Погибнуть не надо. Нет, тут опять... Здесь супруга сегодня спрашивают. Ты во сколько освободишься? Глядя на вот это все, я там однозначный ответ не знаю. А некоторые деятели супруг берут с собой. Ну что? Туда или обратно? Как обратно. Ты не знаю, говорит. Он объяснил, как туда ехать? А, то есть он заканчивает. Он заканчивает лес. Лес, говорю, заканчивается. Ну ладно, естественно, любой лес когда-нибудь закончится. Где-нибудь в Сибири там. Поехали! Да опять я не знаю. Что? Зачем? А, нет! Виталик мы все съели. Ну что, мы не сядем. Мне просто в тягушке сапог нет. Мне тебе свои придется дать. Не-не-не-не-не, стой. Виталик. Что? Блядь, здесь очень глубоко я не вылезу. Блядь, а потом чуть-чуть не вылезу. Армани коллекшн. Кто-то пересидет. Экстренная ситуация. Экстренная. Да, новости. Вжимник опять сидит, по-моему. Да, в общем, мы думаем сейчас. Может быть, все-таки стоит отсюда уехать. Потому что лес вообще глухой здесь. Здесь нет никакой абсолютно дороги. Никакого даже направления, куда ехать. Нам сказали примерно езжать и в эту сторону. Мы и едем, в общем. Ну что-то, в общем, не знаю. Чё? Поехали, говорит, дальше. Поехали. Ха. Мы там утром, блядь. Да, всё, нет. Да, всё, нет. Да, всё, нет. Виталик психоит. Потому что мы не можем проехать вообще. Вот вам и настоящий оффроуд. Никакой дороги. Никакого направления. Куда глаза глядят, туда мы и едем. Ребята уже оторвались, видимо, выпили. Но сухой сейчас попробуем их догнать. Вот так. Но ненадолго. Нагнали! Ну, стормозить нельзя. Мы остановились, машина пошла вниз постепенно. И всё. Это фиаско. В этом и прикол, что нельзя останавливаться. Смотри, там уже твёрд. Ну, будем искать это твёрдо. Морда вообще не гребёт. А? Перед, нет, не работает. Я протернулся. Короче, здесь бревно где-то в кустах. Но его просто не видно. Это полная жесть. Это было больно. Не хило. Дерево тут лежит. Вот отсюда мы заехали. Вот там просвет уже виднеется. То есть, если мы поедем туда, там кинтров пять, там можно вообще гаситься на самой вечер. Ну, вот осталось где-то половину того же, что мы проехали. И вот эта трасса, где соревнования, вот видишь. Сейчас подожди. Тремя пальцами. А вот она, трасса, где соревнования проходили. Вот видишь, труди. Называется полная бобякова. Ну и нам надо попасть туда. Я думаю, на сегодня маршрут будет окончен. Да ладно, на, снимай тебя в жопу. Санек. На, держи. Кого? Держи, я уже ручки беру. На, вон туда, вон. Вишь, два дерева рядом. Тут сюда? Нет, правее. Еще правее. Да. Кстати, я сейчас еду на разблокированном дифе. И рулится машина на порядок лучше. Потому что спереди у меня блокировка с преднатягом. Соответственно, когда преднатяг срабатывает, машина вообще не рулится. Она едет куда угодно. Но только прямо. Соответственно, появляются дополнительные возможности для маневра. В момент все-таки получается, как на колесах перераспределить. Тут на раме никто не едет. Знаешь, сейчас дает, а? Форы дает. Ну, тут реально, ребята, тут не то, что жопа. Я вообще, честно, не представляю, как машина едет, но она пока едет. Посмотрите, что там впереди происходит. Это не то, что джунгль. Это, мне кажется, тут дна нет. Вот бревна какие-то, елочки тут. О, все. Жаслый же. Не-не-не. Класс, какая красота. Смотрите, типа папоротничек такой-то растет. Вообще супер. Птички поют. Очень красиво. Почему-то ребята отстали, пока нас никто не догоняет. Сильно не ругайте, забыли, курс защиту нету, а ехать нам надо. Ну, все, сейчас опять тянем, снимаем. О, и хороший человек. О, и хороший человек. О, и? О, игорь. О, игорь. О, игорь. О, игорь. Продолжение следует... Продолжение следует... На тросе на лебедке у нас образовалось несколько узлов, но естественно лебедкой пользоваться теперь не представляется возможным. Друзья, никогда не забывайте сапоги! Первое дело нужно брать с собой соответствующую обувь. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы тут, короче, чуть-чуть не снимали, потому что... Было немножко некогда... Итого, три узла на лебедке... То, что из-за грязи, скорее всего, просто может не заметили, либо я, либо Виталик... Ну, конечно, возможно и я, но возможно и Виталик, потому что... Ну, а смысл? Узлы уже есть, как бы, поэтому что они сейчас разговаривают? Зачем? Зачем? Просто надо внимательнее следующее раз, наверное, быть... Ну, тут, ребят, Рубилово вообще просто адское, серьезно! Без преувеличений каких-либо... Рубилово просто... Болото просто, ну, я не знаю... Просто охренеешь... Реально... Ну, Егор, видимо, решил... Перемахнуть вот через это деревце... О, слышь, а что это там такое? А, это трасса обозначена, что ли? Ага... Термания... Термания... arethistic... Виталик... И... Без курса... Виталик... Без курса... Без курс... Без курса... Продолжение следует... 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 Подписывайтесь... Всем пока... Продолжение следует... Продолжение следует...